Подожди, не листай, сейчас я тебе покажу свои самые милые детские видео, тебе точно понравится. Итак, в первом видео я сижу со своей мамой, и мы наблюдаем за красивым летним видом. Моя мама очень любит за мной ухаживать, поэтому она меня часто вылизывает. А в следующем видео я очень устал за день, и поэтому я спал очень крепко, даже мои лапки вот так делали. А в этом видео мы с мамой что-то не поделили, и мы начали драться, наверное, колбаску не поделили. Колбаска была вкусной. А в этом видео я забыл, как засунуть назад язык. Пиши, хочу больше видео, если хочешь больше моих видео, пока. Сегодня мы посмотрим на мандельские фотки, а в конце будут смешные фотки. Итак, начнем, тут у меня всего лишь один месяц, и я высунула язык. О, вот это красивая фоточка. А тут мне было слишком высоко на руках, мне было немножко страшно. Ой, посмотрите, как я мило сижу, вот на этой фотке я прям ангелочек. Вот эти смешные фотки, которые я хотел показать, смотрите, как я подтягиваюсь. Подожди, подожди, сейчас покажу тебе свои очень милые детские видео. Так, в первом видео я исследовал печку, но там было темно и страшно, поэтому я убежал. А в этом видео я залез в корзиночку. Тогда моя мама на меня еще сильно злилась, посмотрите на ее лицо. А в этом видео я нашел какой-то монстр. Он меня пугал. Ой, я пытался к нему подобраться, но у меня не получалось. А потом я увидел, что это всего лишь моя мама. Привет, мама. Стоп. Подожди, не листай, я покажу тебе свои очень милые детские видео, тебе точно понравится. Итак, в первом видео я впервые пытаюсь подружиться со своей приемной мамой. Если честно, мне было немножко страшно. У нее был такой пышертый хвостик, но все-таки я не решился. Ой, вот еще одна моя попытка с ней познакомиться. И я опять передумал. Ой, какой вкусный подоконник. Но однажды я все-таки решился. Теперь не я тебя боюсь, а ты меня. Подожди, не листай, меня зовут Симпа. Я хочу тебе показать несколько своих очень милых детских видео. Тебе они точно понравятся. Итак, в первом видео я залез на какой-то высокий подоконник. Отсюда все так было хорошо видно. Но потом я вспомнил, что я боюсь высоты. И я просил своего хозяина, чтобы он меня спустил. А в этом видео я кушал пальчики своего хозяина. Они были очень вкусные. Но пальчиком я не наелся. Я попытался найти сиську у моего хозяина. Но сколько бы я ни сказал, что-то у хозяина вообще ничего нет. Меня зовут Симпочка Пимпочка. И я оказался у тебя в реках, потому что я хочу тебе показать свои самые милые детские видео. Ну что, поехали. В первом видео я нашел какую-то погремушку своего хозяина под кроватью. Так, куда же делать моя погремушка? Так, а вот же ты. А в этом видео я игрался с лапой моего хозяина. На его лапе совсем нет когтей. Это что за лапа такая? А в этом видео я завтакал со своей хозяйкой. В нее висели такие прикольные весельки, я хотел с ними поиграть. Потом я за что-то зацепился. На большие лапы хозяйки спасли меня. Подожди, подожди. Сейчас увидишь мои самые милые детские видео. Тебе точно понравятся? В первом видео мой хозяин научил меня сидеть на попе. И пока я учился так сидеть, я даже уснул. А, все, проснулся. Ой. А в этом видео мы с мамой охотимся на добычу. Эти птички так аппетитно выглядели. Ох, несмотря она куда-то полетела. Мне, пожалуйста, заверните вот эту птичку. А в этом видео я играю с черным облачком. Я назвал его черная чернушка. Я даже научил его кушать кошачью еду. Ммм, черная чернушка, а ты вкусный. Давай-ка я тебя съем. Привет, привет. Сейчас ты увидишь очень милое видео, где я впервые следую свой дом. Так, раз хозяин меня отпустил, нужно это еще исследовать. А что у нас с этой стороны? Хозяин, не трогай меня, я хочу тут поисследовать. Чик-дом, чик-дом. Ой, хозяин, хозяин, я по тебе так соскучился. Посмотри, хозяин, может, когда я вырасту, я буду котиком-моделью. Хозяин, куда ты пошел, не оставляй меня. Все, теперь я никогда не найду своего хозяина. А вот же ты. Хозяин, хозяин, как ты залез на эту ступеньку? Так, попробуем. Давай, о, нет. О, получилось. Хозяин, хозяин, что это у тебя такое вкусненькое? А можно мне это скушать? Как оно вкусно пахнет. Эй, ты куда забрал мою колбаску? А вот я ее чую носиком, чую. Так, попробуй до нее дочинуться. Не дотягиваюсь. Подожди, сегодня мы с моим хозяином будем переделывать мои старые фотографии. Итак, начнем с этой фотографии, с моей любимой игруши. Сначала хозяину надо меня поймать. Ну ладно, все, 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 я сдаюсь. Можешь фоткать. Ха-ха-ха, пошутил. Ну все, 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 теперь точно сдаюсь. Вот до и после. Теперь переделаем эту фотографию. Ну нет, хозяин, в этот раз ты меня не поймаешь. Я побежал в дом. Ой, блин, он меня нашел, убегаем, убегаем, убегаем. Все, сдаюсь. Хозяин, я тебе не шапочка. Вот до и после. А вот и третья фоточка. О, хозяин, ты дашь мне покушать? Я иду сначала фоточку. Меня обманули. Вот до и после. Привет, с вами Симпочка-Пимпочка. Сегодня я буду оценивать свои детские фотки по 10-ти бальной шкале. Итак, этой фотке я ставлю 10 из 10, потому что я выгляжу тут как настоящий лев. Вы только посмотрите на мои когти. Так, ну это 3 из 10, потому что я тут выгляжу как настоящий дурачок. Так, вот это неплохо. 8 из 10. Мне нравится, как этот стул хорошо подчеркивает мою фигуру. Так, а этой фотке я ставлю... Эээ... Давайте пропустим ее. О, это же настоящее художество. 12 из 10. Подожди, подожди. Я тебе покажу очень милые и смешные детские видео с моим хозяином. Итак, в этом видео мой хозяин впервые учит меня играть на пианино. Я даже написал какую-то песенку, послушай. А в этом видео мы с хозяином поехали к ветеринару. Ты же кричаешь. Симпа, смелый. Симпа, смелый. Ну тогда я был совсем еще не смелый. Хозяин, ты куда меня несешь? А, спасите! 870 грамм. Что? 870 грамм? Вот это я толстый. Привет, меня зовут Симпа. Я хочу поднять тебе настроение своими милыми детскими видео. В этом видео я впервые исследую рабочий стол своих хозяев. Хозяин, пожалуйста, спусти меня вниз. Тут высоко. Ну и спасибо тебе. А в этом видео я исследую музыкальную студию своего хозяина. Она была очень клевая. Хозяин, можно я к тебе уже пойду на ручки? Ой-ой-ой. А в этом видео я представил, что я спайдер-мен и лазил у хозяина по батареям. Ой, нелегкая жизнь спайдер-мена. Пока там висишь, даже не почешешься.